Вот у меня есть родинка. Я ее случайно скорябал. Ну, там, повредил, зацепил одеждой и кровит, кровь идет. Что делать? Страшно ли это? Вызовет ли это у меня рак? А если она постоянно повреждается? Это вопрос такой объемный, я понимаю, но что делать? Стоит бояться, если кровит прямо родинка, вытекает из нее что-нибудь, что делать? Существует в отечественном, подчеркиваю, в отечественном интернете неблагоприятный информационный фон по этому вопросу, вплоть до травмировал родинку, и все, уже завтра у тебя полный организм метастазов меланова. К счастью, это не так. Существуют две точки зрения на этот вопрос, причем заранее забегу вперед. Ни одна из крупных онкологических ассоциаций не причисляет травматизацию доброкачественных пигментных невусов, то есть родинок, к факторам риска развития меланомы. Почему существует этот неблагоприятный информационный фон? В отечественной науке во второй половине 20 века было несколько работ, построенных по типу опроса. То есть пациента, у которого меланома развилась на фоне пигментного невуса, то есть родинки, этих пациентов опрашивали, и если пациент указывал на травматизацию, его записывали, ну понятно, раз травмировал, значит из-за этого меланома у него на фоне невуса и развилась. Но к дизайну такого исследования есть достаточно много вопросов. Вопросы, да. То есть человек-то сам не может определить, у него меланома появилась после травматизации, до травматизации, плюс исследователь не может определить вот эту связь, то есть развилась ли у него меланома в результате травматизации после или меланома развилась у него до травматизации по другим причинам. В то же время существует не менее четырех исследований, в которых пациентов, у которых были не полностью удалены диспластические невусы. Не буду углубляться в понятие диспластический невус, просто скажу, что меланома с большей вероятностью может развиться на фоне диспластического невуса, чем на фоне типичного невуса пограничного, смешанного или интродермального. Мы их обязательно выведем на экран, чтобы зрители понимали, о чем идет речь. Пациентов, у которых были не полностью удалены диспластические невусы, то есть фрагмент невуса остался в коже после удаления, их наблюдали в течение достаточно длительного времени и ни в одном из четырех исследований, общее количество пациентов около 500, не было отмечено повышение риска развития меланомы на месте вот такого неполного удаления. То есть неполное удаление я считаю, что вполне адекватно рассмотреть как травматизацию, то есть куда уж сильнее травмировать. С одной стороны. С другой стороны, наличие у человека гистологически подтвержденного диспластического невуса является отдельным фактором риска развития меланомы, и у такого человека меланома развьется с большей вероятностью. Но не из этого невуса, а в целом риски повышаются. Друзья, всем привет! Это второй канал проекта СМТ Научный подход. Здесь мы публикуем выжимки из основных роликов. Данный формат называется «По полочкам». Несколько минут по самым главным темам. Также на канале вы можете найти переводы зарубежных материалов в сфере доказательной медицины, различные курсы и много чего полезного. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если у вас есть предложения по новым роликам, оставляйте их в комментариях к видео на YouTube.